Всем привет! И сегодня, можно сказать, экстренный выпуск, посвященный коронавирусу в Санкт-Петербурге. Совсем недавно казалось, что это некая абстракция и где-то там, но на сегодня это проявляется уже непосредственно прямо здесь. Итак, что вокруг Петербурга происходит? Известно, что центр коронавируса переместился уже из Китая в Европу. В частности, эпицентрами стали Италия, Германия. Посмотрим, что вблизи Санкт-Петербурга. При Балтике. Все три страны при Балтике власти закрыли все школы, запретили массовые мероприятия, то есть введен режим чрезвычайной ситуации. Чехия тоже относительно недалеко. Чехия с 0 часов 16 марта закрыта на карантин. По всей стране. Жителям разрешат выходить из дома только для того, чтобы посетить аптеки, продукты, ну и выйти на работу. Также можно сходить в банк и на почту. Все. Больше никуда пускать не будут. Передвижения по стране, по всей Чехии закрываются, как сообщают СМИ. Что происходит еще в ближней стране? С сегодняшнего дня закрывается граница с Белоруссией и Россией. Частично. Что это значит? Закрывается граница полностью для передвижения людей. Товары пока передвигаются. Но власти всячески хотят оставить передвижение товаров, не трогать это. Потому что иначе начнется полный экономический коллапс. Итак, что по Питеру и Ленобласти конкретно? В Питере повышенная готовность к тому, чтобы ввести карантин. В чем выражается это? Пока рекомендуется, во-первых, запретить мероприятия больше тысячи человек. И в качестве рекомендации не посещать никакие массовые мероприятия. Вузам и школам рекомендуется продумать схему обучения дистанционного. Пока это все в процессе. Но сегодняшний день, наверное, уже начнет показывать, как это будет происходить. Потому что технических средств все-таки нет, чтобы абсолютно всех дистанционно обучать. Валаам. Это Ладожское озеро, недалеко совсем от Питера. Монастырь Валаам закрыли на карантин. Еще информация пришла в пятницу. Полностью остров закрыт. Ну, наверное, логично. Что в храмах? В храмах православной церкви, ну, по крайней мере, то, что я слышал, священник говорит, что если у вас насморк, кашляете, то храм посещать совсем необязательно. Подумайте об окружающих. Да, собственно, это можно сказать и по отношению ко всем учреждениям. Если уже кашель, насморк, сопли полезли, то, наверное, не стоит там появляться, в принципе. Люди в масках. Да, появляются, но очень мало, единичные случаи. Мне кажется, что просто масок нет уже. Маски, наверное, в первую очередь раскупили, их нету. А в целом, в целом, на улицах все спокойно. Люди ходят, что-то покупают. В магазинах продуктовых очередей нет. Продуктов завались. Ну, в общем, в остальном и целом, незаметно, что что-то происходит. Ну, как говорится, беда, начало, лиха, как это. Лиха, беды, начало. В общем, забыл поговорку. Если начнет, если введут реально у нас карантин, то, конечно же, паника какая-то начнется. Начнут продукты скупать. Как правило, это продукты первой необходимости. То, что мы видим сейчас происходит в Испании. Они скупают муку, какие-то такие шоколадки. В общем, все такое и прочее. То, что легко и просто можно съесть и долго хранить. Вот это, пожалуй, будут скупать в первую очередь. Ну, какие меры можно элементарные? Какие меры можно предпринять? Ну, это все уже неспроста, потому что, если уже страны закрывают на карантин, то, видимо, есть на то основания. Возможно, ну, это пока в качестве слухов входит, возможно, произошла утечка бактериологического оружия. Поэтому все очень серьезно, и страны, государства, по крайней мере, реагируют так серьезно на эту тему. Кстати, курортный район в Санкт-Петербурге, где курорты, в Ленобласти, точнее, там, как сообщают, ну, это тоже непроверенная информация в виде слухов пока что, но сообщают, что курортные эти все места переоборудуют. Ограждения возводятся, то есть переоборудуют на стационарные центры, судя по всему. Людей, конечно же, местных это очень нервирует, в том плане, что как-то напрягает, что уже действительно все серьезно, и готовится уже что-то крупномасштабное. Ну что ж, какие меры предостережения? В магазинах можно покупать всякие протирания, ну, для салфетки там всякие такие, чтобы руки обеззараживать. Ну, на самом деле, наверное, это уже начинает потихонечку заканчиваться, и стоит каких-то денег немалых, и непонятный состав, из чего это делается, опрыскиватели всякие. Можно просто покупать водку или лучше спирт, но спирт сейчас сложно найти. Вот здорово тем, у кого есть самогонный аппарат, включил, нагнал спирта, и для технических целей не обязательно, там чистый, можно с хвостами, с головой спирт вонючий, но для того, чтобы протирать руки. В пузыречек с пульвизатором, маленькие такие бывают, и с собой носите. Дотронулись до поручня в метро, раз, побрызгали на руки. Вот, сели перед тем, как кушать, помыли руки с мылом, побрызгали спиртом, и все на все. Ну, и в заключение, в общем и целом, берегите себя, как можете, мыйте руки перед едой тщательно. На этом все. Всем пока. И здоровья, и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.